Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Собирается ли Баран свести счеты с Дживахиром? Что такого, что скажет Дилан, удивит Барана? Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите, чтобы Баран устранил Дживахира, не вмешиваясь и снова наладил отношения с Фератом, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь! Когда Дилан идет поговорить с Дживахиром, пока она думает, как поговорить, она внезапно обнаруживает перед собой Барана. Баран заберет Дилана оттуда, не дав ему говорить и так, чтобы его не увидели Дживахир и Шаир. Он выступит против Дилана Барана и спросит, почему мы ждем, чтобы заставить его заплатить за то, что он сделал. Баран заставит Дилана замолчать, сказав ему, чтобы он не вмешивался в инцидент с Дживахиром и что у него есть кое-какие планы на этот счет. Проигрыш Тендера очень разозлит Барана. И теперь будет понятно, что кто-то слил информацию в особняке. Господин Кудрет подумает, что это сделал Хасан, и загонит его в угол. Однако Хасан с нетерпением ждет, когда Ферат выполнит эту работу, чтобы исполнить желание своего сына противостоять Барану. Он хочет творить зло, потому что злится на Ферата Барана. Когда господин Хасан Кудрет спросит, сделали ли вы это, он без колебаний назовет имя Ферата. Когда Баран узнает, что это сделал Ферат, он захочет его убить. Когда Гуль узнает о действиях Ферата, их отношения начнут портиться. Сколько бы Гуль не советовал Ферату оставаться на правильном пути, Ферат поддастся своему гневу. Когда он узнает о совершенном им зле, их отношения разойдутся. И поскольку Ферат не относился к Гулю так хорошо, как раньше, Ферат снова переживет времена, полные сожалений. Он придет в особняк, чтобы побыть рядом с Джавахиром Бараном и получить информацию о тендере. Пока Баран и Дилан разговаривают в кабинете, появление Джавахира, который входит без разрешения, заставит Дилана почувствовать беспокойство. Потому что теперь знание того, что врагом является Джавахир, напугает его еще больше. Как только Джавахир уйдет, он все равно будет спорить с Бараном о том, останутся ли его действия без ответа. Баран успокоит Дилана и объяснит, что его действия, конечно, не останутся без вознаграждения, я просто жду момента. Когда Баран узнает, что Ферат слил информацию о тендере, он идет убить его, заставляя господина Кудрета дать ему пощечину. Баран уйдет в шоке от этой пощечины. Господин Кудрет будет очень расстроен, потому что у него нет другого выбора, чтобы остановить Барана. Однако он не хочет, чтобы он и Ферат причиняли друг другу вред. Затем он поговорит с Фератом об этом вопросе и попытается заставить его отказаться от допущенных им ошибок. После всех этих событий Баран больше не сможет терпеть и вместе с Джиханом и Кудрета Беем отправится свести счеты с Джавахиром. Дилан не захочет, чтобы Баран испачкал руки. Благодаря тому, что он узнал от Гэжи Сабихи, он прыгнет перед машиной Барана и даст ему повод не ехать. После того, что он услышал от Барана Дилана, он пока отложит преследование Джавахира. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.